Доброе утро. Доброе утро. Так, ну что, сейчас народ может подтянется. Там как оценки по домашнам выставили? Да, появились. Ура. Так, хорошо. Так, хорошо. Так, ну что, я думаю, можно потихоньку начинать. Значит, я хотел сегодня про две вещи рассказать. Во-первых, немножко рассказать про маточные разложения и, в частности, про их применение в рекомендательных системах. Это такой популярный пример использования маточных разложений. Значит, я не буду много рассказывать про рекомендательные системы. Я, честно говоря, про них знаю только теоретически. Но, по крайней мере, тот сюжет, про который я сейчас расскажу, он, кажется, достаточно простой и понятный. Я думаю, что понятно, что такое рекомендательная система. Все, наверное, сталкивались когда-нибудь, когда вы заходите на какой-нибудь сайт с сериалами и он вам сообщает, какие сериалы вам могут быть интересны. или покупаете что-нибудь в каком-нибудь интернет-магазине, и вам говорят, что вместе с этим товаром также часто покупают вот такие-то товары или еще что-нибудь в этом роде. Значит, задача рекомендательной системы – порекомендовать пользователю какие-то объекты, которые ему, скорее всего, понравятся. На вход рекомендательная система получает какую-то информацию про предыдущее взаимодействие пользователя с этими объектами, или с другими объектами, допустим, с другими фильмами, которые вы посмотрели, или другими товарами, которые вы купили. Надо сказать, что сейчас эти рекомендательные системы могут быть устроены довольно замысловато, но я буду рассказывать про совсем простой сюжет. И в этом сюжете мы на вход получаем… Значит, у нас есть пользователи. у нас есть какие-то объекты, которые называются items. И входными данными у нас является такая матрица, у которой по строчкам идут, например, пользователи, а по столбцам идут айтемы. Значит, какая-то такая матрица. Тут, например, items, тут users. И, соответственно, на пересечении у нас есть какая-то величина RUE. И RUE – это оценка, которую пользователь U поставил объекту I. Ну, как бы можно придумать как, что вот теоретически, если у нас есть какой-то такой идеальный мир, в котором у нас есть какой-нибудь приборчик, который может считывать информацию о пользователе всю какую возможно, мы могли бы эту матрицу полностью заполнить. Но на практике понятно, что у нас есть только какая-то часть этой матрицы. То есть мы, например, знаем значения вот здесь, вот здесь, вот здесь, здесь и здесь. Ну, окей. Это я, конечно, малого точек нарисовал, но, допустим, так. Эти значения мы знаем, а про все остальные значения мы не знаем, чему они равны. Просто потому, что этот пользователь еще не смотрел этот фильм, не ставил ему оценку, и, может быть, вообще не знает его существование. Значит, соответственно, дальше возникает вопрос, а как бы нам научиться предсказывать, значит, для конкретного пользователя, например, предсказывать, какие товары ему больше всего понравятся. То есть мы хотим для пользователя, например, который отметил вот этот, вот этот и вот этот товар, как, допустим, хорошее, предсказать, как он отметит вот этот товар. Ну, и дальше, в общем-то, идея состоит примерно в следующем, что мы бы хотели бы… ну, мы предполагаем, что похожие пользователи выбирают похожие товары. И дальше возникает вопрос, что такое похожие пользователи, что такое похожие товары, и как мы можем это определить. В принципе, в какой-то мере можно использовать это определение, так сказать, рекурсивно, а именно сказать следующее, что два пользователя называются похожими, если они выбирают одни и те же товары, например, одни и те же наборы товаров. И там, опять же, два товара называются похожими, если их выбирают одни и те же наборы пользователей. Ну и дальше вводить какие-то отношения похожести. И дальше, допустим, если я знаю, что вот этому пользователю понравился вот этот товар, а вот этому пользователю понравился вот этот товар, такой же, как и этому, то, может быть, вот эти тоже ему стоит порекомендовать. Но тут дальше есть разные, на самом деле, алгоритмы. Есть алгоритмы такие более железобетонные, которые основаны именно на поиске схожести между пользователями и товарами. Но тот алгоритм, про который я сейчас хочу рассказать, он такой как-то более математизированный. Значит, идея такая, что вот представьте себе, что мы бы знали бы вот эту матрицу целиком. И допустим, что мы как-нибудь эту матрицу назову, пусть это называется матрица X. И мы могли бы, значит, допустим, что мы могли бы, значит, что мы знали бы X целиком. И тогда можно было бы применить к ней Svd-разложение. Получить какую-то вот такую штуку. Сигма V транспорнированная. Значит, я напомню, что сигма – это диагональная матрица с неотрицательными элементами на диагонали. Вот. Ну, а дальше можно было бы сделать вот что. Давайте, значит, мы приблизим эту матрицу с помощью малорангового возложения. Значит, как мы в прошлый раз сделали, мы обрежем матрицу сигма так, чтобы там появилось какое-то количество нулей в конце. То есть мы занулим какой-то количество этих сингулярных чисел. А вот здесь вот тоже вместо матрицы U и V у нас будут какие-то матрицы тоже обрезанные. Значит, мы получим что-то в таком стиле. Вот у нас есть какая-то матрица U, M. Значит, у нее M строчек. Дальше вот здесь вот у нас возникает вот эта матрица сигма M, которая меня сейчас, на самом деле, не будет сильно интересовать. И вот здесь вот у меня есть матрица вот такая вот эта V, M транспорнированная. И что теперь получается? Значит, как у нас теперь приближаются элементы X? Ну, можно сказать так, что вот у нас есть какая-то строчка отсюда. Ну, здесь она умножается на какое-то число. И потом она умножается на какой-то столбец отсюда. То есть вот у меня здесь есть, например, пользователь. Какой-то пользователь. Значит, я не совсем удачно ввел обозначение. Ну, давайте я скажу, что вот эта штука называется, допустим... Значит, здесь у меня есть вектор, который я назову FI U. А вот тут у меня есть вектор, который записан по столбцу, который я назову FI I. Значит, я считаю, что вот у меня здесь записаны какие-то векторы, которые соответствуют пользователям. Здесь записаны какие-то векторы, которые соответствуют item. И, значит, то, что у нас получается на U I месте, это, грубо говоря, скалярное произведение вот этого вектора на вот этот вектор, ну, еще домноженное на какой-то коэффициент отсюда, из этой матрицы. Значит, то есть получается примерно такая штука, что я почти, вот если... Давайте на секундочку просто игнорировать эту матрицу, считать, что она единичная. Или просто, допустим, рассматривать не вот эту матрицу отдельно, а вот это все, вот это произведение. Значит, считать, что элементы пси, это уже результат после умножения на вот эту матрицу. Вот, это получается такая штука, что у нас как бы R U I T приближается как скалярное произведение φ U T на какой-то коэффициент, который зависит то ли от... Сейчас я пойму, от чего он зависит. Кажется, что он зависит то ли от U, то ли от I. На... давайте я напишу какую-то лямбда... На пси и T. Ну, как можно про это думать? Можно про это думать так, что мы для каждого пользователя придумали по какому-то вектору, и для каждого айтема придумали по какому-то вектору. И похожесть пользователей и айтема – это их скалярное произведение. Ну, интерпретация здесь может быть такая, что вот у нас есть какие-то, значит, что такое... Вот эти вот самые векторы, они живут в каком-то не очень многомерном пространстве. Здесь вот M может быть не очень большим. Ну, по крайней мере, по сравнению с размерами всей матрицы, а вся матрица, естественно, огромнейшая. Все пользователи, все айтемы – это что-то очень большое. Вот. Ну, а дальше мы говорим примерно следующее, что вот можно думать, что у нас здесь столбцы – это какие-то тематические категории. Если мне нравятся три фильма из категории научная фантастика, то, наверное, мне понравятся другие фильмы из этой категории. А здесь то же самое – это вот эти вот строчки. То есть, как бы, можно считать, что мы создали некоторое новое пространство, в которое вложили одновременно и пользователей, и объекты. И теперь можем считать, что пользователь похож на объект, если у них большое скалярное произведение в этом пространстве. Например, если у них наоборот, если они наоборот смотрят в разные стороны, это означает, что этому пользователю активно не нравится соответствующий объект. Но, по крайней мере, активно не нравятся те тематики, к которым относится этот объект. Вот. Ну, и, соответственно, дальше возникает вопрос. Ну, хорошо, это вот скорее мотивировка, потому что на самом деле здесь… Мы не можем сделать из-за разложения, потому что матрицу X мы не знаем. Но… Значит, может быть, мы можем просто решить такую задачу. Значит, вот мы хотим представлять R уита как раз в каком-то таком виде. Значит, здесь уже никакого лямбда не будет. Здесь у меня будет просто разложение. Значит, я хочу сказать, что вот X представляется в виде какой-то матрицы U на какую-то матрицу, допустим, V транспонированная. И U – это… Значит, строки U – это эмбейдинги пользователей. Строки V – это эмбейдинги объектов. Вот. Дальше возникает вопрос, а как эту матрицу U и V найти, чтобы, по крайней мере, по тем значениям… Давайте я здесь напишу, что вот это вот для известных… для известных значений матрицы X. Как бы нам так вот эти самые матрицы U и V найти, так, чтобы это неравенство выполнялось бы как можно лучше. Ну, можно просто сказать вот что. Давайте, по крайней мере, давайте решать, так сказать, такую задачу методами на меньше квадратов. Ну, понятно, что я не могу ее записать в матричном виде. Не могу сказать, что у меня матрица X минус вот такое разложение должна быть минимизирована. Но, по крайней мере, я могу сказать, что сумма по всем U, I, для которых существует R, U, I… Значит, чего я хочу сказать, что вот у меня есть R, U, I… Вычесть… Значит, это просто какое-то число, например. И я хочу вычесть из него FI, I, скалярное произведение. Значит, вот у меня матрица U, у нее строчками являются FI1 и так далее. FI, какой-нибудь N, дальше матрица V, у нее строками являются какие-то FI1 и так далее. FI, K… Вот, соответственно, я пишу от скалярное произведение, и дальше, допустим, хочу минимизировать вот такую сумму квадратов отклонений. Ну, на самом деле, как правило, еще добавляется регуляризация, и в качестве регуляризации просто используется вот такая вот штука. Значит, тут тоже нужно сделать сумму какую-нибудь. FI2, ну, там, лямбда 1 плюс лямбда 2 на сумму по всем им. Пси и тв в квадрате. Значит, и вот всю вот эту штуку мы хотим минимизировать. Значит, это такой довольно естественный лосс для такой задачи. Ну, а теперь давайте посмотрим, что здесь получается. На самом деле, как этот лосс дальше, как искать? Вот эти векторы. Ну, и тут можно действовать по-разному. Можно просто какой-нибудь градиентный спуск запустить, и пусть он найдет на все. Но, про которые сейчас хочу рассказать, работает очень получше. Это называется alternating least squares. Значит, это что такое? Ну, вот давайте посмотрим на вот такую задачу. Ну, давайте посмотрим на нее таким образом. Давайте мы зафиксируем какой-нибудь из этих двух матриц. Давайте мы, например, зафиксируем матрицу V и возьмем какой-то конкретный... Значит, мы зафиксировали матрицу объектов, взяли какого-нибудь конкретного юзера и посмотрели на слагаемые, которые соответствуют этому юзеру. В этом случае, ну, как будто у нас вот здесь выделяются отдельные слагаемые, которые соответствуют этому конкретному юзеру, и мы будем их минимизировать. Понятно, что один юзер никак не влияет на другого, поэтому можем отделать по отдельности. И в этом случае чего у нас получается? У нас вот эта вот штука – это просто линейная функция по FI-U с фиксированными вот этими вот психиками. То есть, фактически, что здесь получается записано? Здесь записана функция потерь для такой задачи линейной регрессии с регуляризацией. Значит, фиксируем матрицу V, получаем задачу метода наименьших квадратов с L2 регуляризацией для регрессии относительно относительно FI-U. Для каждого ее отдельно. У нас будет, таким образом, разный набор этих регрессий. У нас разное количество наблюдений в этих регрессиях. Они будут зависеть от пользователей. Но, значит, эти регрессии быстро решаются. И есть явные формулы для их решения. Есть быстрые алгоритмы. В общем, здесь все хорошо. И таким образом можно найти это решение, которое будет соответствовать какое-то решение U, которое будет соответствовать конкретной матрице V. А потом нужно поменять их местами. Значит, находим решение. Допустим, U с крышечкой первое. Потом фиксируем U, равное U с крышечкой первое. И рассматриваем это как задачу относительно наоборот V. Понятно, что абсолютно такая же регрессия получается, ну, такого же вида. И она точно так же решается. И так далее. Чередуем такие регрессии. Вот. И дальше этот процесс обязательно сходится. Ну, как бы у нас просто так лосс устроен, что мы на каждом шаге будем его уменьшать. И значит, сходится к какому-то глобальному минимуму. И, в общем-то, это тот способ, с которым можно такую задачу решать. Ну, понятно, что современные модели устроены хитрее, потому что они, как правило, знают больше о пользователя, чем просто вот эту матрицу X, недозаписанную. И вообще, как бы это отдельная наука, связанная с этими рекомендовательными системами. Как решать проблему, что к вам пришел пользователь, про которого вы пока что ничего не знаете, что ему показывать. Ну, вот. Этот алгоритм не дает никакого ответа на этот вопрос просто потому, что если у вас про пользователя вообще ничего неизвестно, то для него просто вы никакой регрессии там не напишите. Вот. Но, тем не менее, как первый шаг, такое забавное применение истории про маточное изложение, эту штуку можно рассматривать. Вот. Это первая вещь, которую я хотел рассказать. Есть какие-нибудь вопросы? Нет, вроде понятно. А можно вот вопрос по кинопоиску? Там такое ощущение, будто он предлагает фильмы, не ориентируясь на пользователя, а просто вот все из одной тематики кучу сваливает. Там, где вот есть графа рекомендовательные фильмы. Ну, это как раз возможно, это как раз возможно, что вот это последствия вот этих вот разложений, потому что реально фактически здесь меряется, насколько вот, ну, фактически можно попробовать интерпретировать эти столбцы действительно как какие-то тематические категории. Ну, понятно, что действительно они будут часто группироваться, что если человеку, так сказать, что большинство людей действительно так устроено, что там, если мне нравится научная фантастика, то я довольно много смотрю на научную фантастику и скорее всего буду много ее лайкать. И поэтому, в общем, алгоритм действительно именно так именно так и может выделять, что он может как бы увидеть, что у вас большая чиселка, которая соответствует столбцу научной фантастики, а дальше он просто видит все фильмы, которые, опять же, у которых большая чиселка в соответствующей категории, а эта большая чиселка означает, что эти фильмы нравятся тем людям, которым нравятся другие фильмы из этой же категории, он будет вам тоже такое рекомендовать. Так что мне кажется, что это, ну, как бы я не знаю, как устроена рекомендательная система на кинопоиске, но вполне возможно, что вот что-то в этом роде. Хотя, может быть, что-то более простое. Не знаю. Просто там как будто вообще игнорируется класс фильма. То есть там, окей, научная фантастика и тебе все, и там супер-классная одессе, и какой-нибудь, не знаю, трошак там за 100 долларов на ручную камеру сняться. Но понятно, то, что странно работает. Да, не знаю. Не знаю. Но вообще, надо сказать, что такое немножко у меня удовольственное ощущение от рекомендательных систем. Когда-то давно, ой, больше 10 лет назад было ощущение, что рекомендательные системы сейчас полностью перевернут все индустрии, связанные с производством контента, потому что исчезнет необходимость в каких-то лейблах, которые продюсируют контент, а вот просто вы можете создать какую-нибудь группу, которая играет какую-нибудь очень специфическую музыку, но рекомендательная система чудесным образом найдет вам людей, которым понравится именно ваша музыка, несмотря на то, что она там вообще какая-нибудь необычная. Вот. Но на практике оказывается, что рекомендательные системы работают, ну, как-то не очень хорошо. Возможно, это просто связано с тем, что люди слишком разные и вкусы очень разные. Но, с другой стороны, для бизнеса рекомендательные системы стали довольно серьезной, ну, довольно серьезной технологией, потому что они, как бы, каждый человек может быть не слишком сильно удовлетворен работой рекомендательных систем, но при этом в среднем у вас очень сильно могут увеличиться продажи просто за счет за счет эффекта масштаба. Допустим, если вы интернет-магазин и вы там предлагаете какие-то товары. Вот. Но, в общем, да. Ну, про рекомендательные системы, наверное, если вам будет с этим интереснее поразбираться, это, наверное, Евгений Соколов лучше всех из преподавателей вышки про это знает, потому что он там в Яндексе занимался, не знаю, занимается ли сейчас Яндекс Дзеном, и он на всем этом собак съел, как агрегировать дополнительную информацию про пользователей, как решить проблему холодного старта и так далее. Вот. Хорошо. Давайте я поговорю про вторую историю. это генеративной модели. Значит, это история в какой-то мере является продолжение истории про снижение размерности, про метаглавных компонентов, но с другой стороны другая ее часть связана с теорией вероятности. Но вообще, если так говорить совсем общо, то все задачи машинного обучения в конечном итоге свалятся к следующему. Если, так сказать, если бы я хотел бы формулировать совсем общую задачу машинного обучения, то она примерно такая. Есть данные, полученные из какого-то распределения. Значит, вот у вас есть какие-то данные. Давайте я напишу x1 и так далее. xn. Подразумеваю, что в эти иксы могут входить, в том числе целевые переменные в задачах машинного обучения или не входить, если это наоборот. Я говорил, в задачах обучения с учителем могут не входить, если это задача обучения без учителя. Но так или иначе, вот есть какие-то данные, которые получены из какого-то распределения x, и мы хотим сказать что-то про распределение x. значит, под вот эту рамку подходит более-менее все, что мы обсуждали, например, задача обучения с учителем. Устроено так, у нас на самом деле все наши x и ты, это на самом деле, давайте напишу x и ты, с волной y и ты, и наша задача, да, соответственно, распределение x, это на самом деле пара x и y, и задача это научиться понимать, как устроено распределение y, при условии, что мы знаем, чему равняется x с волной. То есть у нас есть какое-то распределение вот такое совместное, мы его не знаем, но у нас есть сэмплы из него, и мы хотим понимать, как устроены вот такие вот ограничения на подпространство с фиксированными x. Это задача обучения с учителем. Другой пример, это, например, тот же самый, допустим, метод главных компонент. Это означает, что у нас теперь есть абы какие данные. Мы хотим восстановить распределение, и при этом мы верим, что это распределение устроено так, что у нас есть какая-то плоскость, и наши данные распределены, но вот как-то вот у нас есть какое-то вот такое вот распределение, которое вокруг плоскости как бы сосредоточено, вот здесь его много, а в других местах его мало, этого распределения. Ну и опять же, вот выбирая в классе этих распределений, мы хотим найти такое, которое в лучшей степени, с которым возникли наши данные. Ну и так далее. В общем, более-менее все сводится к тому, что мы хотим получать по данным, получать распределение. И что-то там, что-то про это распределение дополнительно говорить. Либо, например, в задачах обучения с учителем мы хотим уметь там хорошо от ожидания, допустим, вот этих условных распределений предсказывать или еще какие-то характеристики. Вот. Значит, в генеративных моделях история примерно про то же самое, только теперь мы хотим не просто получить какое-то распределение, а мы хотим научиться из этого распределения генерировать новые объекты. То есть, теперь мы хотим не просто сказать что-то про х, а мы хотим в генеративных моделях задача это научиться генерировать сэмплы из X. То есть, как бы восстановить распределение до такой степени, чтобы мы могли бы из него генерировать новые объекты. в качестве примера генеративных моделей, возможно, вы видели сайт This Person Does Not Exist, где вы можете сгенерировать фотографии несуществующего человека. И, в принципе, во многих ситуациях полезно иметь возможность сгенерировать новые сэмплы, например, для того, чтобы использовать их в дальнейшем в других задачах, связанных уже с каким-нибудь обучением с учителем или еще в чем-то. В общем, короче говоря, это имеет и непосредственно прикладное значение, и всяко теоретическое тоже бывает полезно понимать, как данные устроены, и в этом смысле, если мы умеем генерировать похожие данные, то, наверное, мы понимаем, как они устроены. Вот. Ну и, собственно говоря, я хотел рассказать про... Да, еще один пример генеративной модели, это, конечно, всякие языковые модели типа GPT, которые умеют генерировать текст. Опять же, ваша задача не просто там сгенерировать какую-то последовательность символов, а сгенерировать такую последовательность символов, которая взята из распределения всевозможных текстов, которые можно написать на данном языке. Вот. Соответственно, ну, давайте я скажу два слова про... Вообще не два слова, а остаток лекции. Поговорю про две... Про два подхода к генеративной модели. И первый подход это автокодировщики. Автоэнкодерс. Это штука, которая очень тесно связана с предыдущей темой, а именно с методом главных компонентов. Значит, что такое автокодировщик? Ну, это вот штука, которая непосредственно решает такого типа задачу. Значит, вот у нас есть... Значит, у нас есть какое-то пространство X. Это пространство исходных объектов, например, картинок. И у нас есть пространство Z. Это не целые числа, а это какое-то пространство, которое мы называем латентным. Идея примерно такая. Вот давайте представим себе, возвращаясь к истории про снижение размерности, давайте представим себе, что у нас есть супермногомерное пространство X. X1, X2 и так далее. XD. И мы верим в то, что наши данные на самом деле сосредоточены вблизи какого-то подмногообразия меньшей размерности. Но тогда мы можем на этом подмногообразии задать какую-то систему координат и отобразить это подмногообразие в пространстве меньшей размерности. Значит, вот здесь это у нас будет какое-то пространство меньшей размерности Z1 и так далее Z1 и у меня M допустим многоменьше значит, это отображение это просто какая-то система координат. Значит, вот это M, а вот это вот все пространство это как раз наше Z. Здесь все пространство это наше X. Вот, то есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что у меня на самом деле каждому объекту из пространства X мы хотим поставить в соответствие какую-то точку вот в этом латентном пространстве, которая этот объект в некотором смысле задает. Ну, то есть, в идеале это что-то в таком стиле. Но вот представьте себе, что у вас есть какая-нибудь такая что-то. Представьте себе, что у меня есть картинки, которые устроены, например, вот так. Допустим, вот такие вот шарнирные механизмы. Скажем, я вот эту точку зафиксировал, верхнюю, и дальше у меня есть всевозможные положения вот этих вот двух шарнирчиков. Вот понятно, что если я эти картинки буду рисовать просто как пиксельное изображение, как какие-нибудь PNG-шки, то это будет какое-нибудь очень многомерное пространство. Но мы понимаем, что на самом деле настоящим пространством, в которых вот эти вот штуки живут, является, ну, кто здесь будет? Что-то вроде, ну, видимо, двумерный тор просто. То есть у нас на самом деле есть два числа, которые эти, допустим, два угла, которые там полностью характеризуют картинку. И в этом случае латентным пространством, правильным, подходящим латентным пространством будет двумерный тор. Вот. Соответственно, мы бы хотели бы в идеале научиться такие латентные пространства находить, а еще, а еще совсем в идеале мы бы хотели бы научиться на этих латентных пространствах выбирать систему координат, которая была бы осмысленной. Ну, там, представьте себе, что у вас, например, какие-нибудь, опять же, вы нашелкали картинки каких-нибудь автомобилей, и это, допустим, просто фотографии, но понятно, что у этих фотографий будет какие-то, вот если бы вы их перевели в латентное пространство в соответствующие, то там обязательно должны были бы быть какие-нибудь координаты, которые просто соответствовали бы положению этой машины в трехмерном пространстве, то есть на самом деле какой-нибудь там элемент SO3 должен где-то быть, но плюс еще должны быть какие-то координаты, которые бы там соответствовали тому, там, какого цвета эта машина, насколько она, там, ближе к какой модели она относится, или насколько она длинная, насколько она короткая, ну, что они в таком роде, какие-то осмысленные переменные. Вот. Сейчас дальше возникает вопрос, а как бы нам вот эти вот вложения найти? Про осмысленность переменных я сейчас, наверное, не смогу ничего сказать хорошего. Вот. Ну, по крайней мере, как бы нам найти вот этот вот, значит, вот этот вот способ вложения латентного пространства в исходное пространство и способ проектирования объектов на это латентное пространство. Ну, точнее, на вложенное латентное пространство. Но в случае с автокодировщиками эта задача решается просто так в лоб. Ну, чего? У нас есть нейросети, которые умеют нам моделировать более-менее любые отображения откуда угодно, куда угодно. Значит, давайте придумаем какую-нибудь такую архитектуру. Значит, вот у нас есть объект из исходного пространства. Дальше у нас здесь есть какое-то количество слоев. Значит, я условно рисую полносвязную нейронку, хотя на самом деле она совершенно не обязана быть полносвязной. Это может быть все что угодно. Допустим, если это лишь про картинки, то, скорее всего, там будут какие-нибудь сверточные слои. Дальше. Значит, давайте выходы какого-нибудь из вот этого слова этой нейронки. Мы как раз и будем считать элементами латентного пространства. А дальше нам нужно нарисовать как бы вот эти вот выходы подать на вход какой-то другой нейронки, которая нам назад декодирует нашу картинку, как бы восстановить из латентного пространства нашу картинку. То есть вернет все в наше исходное пространство, пространство размерности D. Давайте я здесь скажу, что это будут какие-то допустим с крышечками. Значит, вот эта часть, вот это отображение называется кодировщикам энкодер, а вот эта часть называется декодер. И они могут задаваться какими-нибудь нейронками, например, как-то параметризованными функциями. Значит, соответственно, у нас энкодер это отображение из X в Z, а декодер это наоборот из Z в X. Вот. Ну, а дальше возникает вопрос, как все это дело учить. То есть если у меня есть большое количество картинок, я могу просто, ну, моя задача просто состоит в том, чтобы, если я возьму картинку, ее закодирую, а потом раскодирую, это получилось бы что-то похожее на то, что и было. Значит, соответственно, можно рассмотреть, значит, можно рассмотреть такой такой reconstruction loss это называется. Значит, это мы берем сумму по всем элементам выборки, и считаем там какую-нибудь разность, например, такую между X-Eat и композицией decoder encoder вот X-Eat ну, вот такую штуку мы хотим минимизировать. Значит, вот такая модель, которую я сейчас описал, называется автокодировщиком, и на самом деле, если внимательно посмотреть, то это на самом деле такое обобщение метода главных компонентов, потому что, ну, вот давайте представим себе, что кодировщик и декодировщик это на самом деле просто линейное отображение, или там афинное. В этом случае, ну, какая задача решается? У нас есть тогда декодировщик, это просто вложение M-мерного пространства, линейное, какое-нибудь или афинное вложение M-мерного пространства в D-мерное. Значит, вот это, это будет декодер, образ декодера. Соответственно, дальше, если у меня есть какая-то точечка, как у меня будет выглядеть оптимальный энкодер? Вот если я декодер, например, зафиксировал, оптимальный энкодер будет выглядеть так. Он, значит, проектирует мою точечку X на вот это пространство вложенное и после этого просто применяет к этому пространству декодер в минус первый. Он определен на вот этой штуке и, собственно говоря, ну, можно сказать так, что задать декодер это просто задать систему координат вот здесь и тогда кодировщик это просто штука, которая сначала делает вот такую проекцию ортогональную и потом находит координаты вот этой проекции в, ну, вот в этой системе координат, которая задается Z. И тогда вот этот лосс нам как раз и говорит, что мы хотим просто минимизировать сумму квадратов отклонений, сумму квадратов вот таких расстояний, потому что результат применения сначала энкодера, потом декодера это в точности вот это проектирование. Вот, значит, для линейных или афинных. Если мы центрируем данные, то достаточно рассматривать линейных афинных. Энкодер и декодер. Это получается просто PC, просто металлобных компонент. А дальше, соответственно, если мы хотим что-то нелинейное, то можно теперь ослабить требования к энкодеру и декоду и рассказать, что это абы какие нейронки. Но дальше возникает другая проблема. С одной стороны, окей, ослабили, хорошо, получили теперь абы какое-то многообразие, которое как-то непрерывное нейронки, непрерывное отображение, но не более того. А также тут возникает такая проблема, если ослабить, если не требовать линейности, может возникнуть такая проблема. Теперь у нас кодировщик и декодировщик могут работать как угодно. И давайте представим себе, что я хочу например научиться, допустим, я применяю всю эту науку к каким-нибудь данным типа МНИСТ. Не знаю, был ли на семинаре МНИСТ такие рукописные цифры? Да, были. Они хороши тем, что там есть много разных цифр, но при этом среди них есть куча единичек, куча двоек, куча троек и так далее. То есть они как бы разделяются на отдельные классы. И если я попробую применить этот алгоритм к этому самому МНИСТ, а это в принципе естественная задача, потому что у меня есть какие-то многомерные данные, и допустим, я хочу посмотреть, как они, скажем, спроектировать их на двумерное какое-нибудь подпространство латентное, посмотреть, как они там устроены. Вот. Вполне возможно, что у меня будет такая ситуация, что вот у меня где-то вот здесь вот сгруппируются единички, вот здесь где-нибудь сгруппируются двоечки, здесь где-нибудь сгруппируются троечки, и еще останутся большие дырки, в которые ничего не отображаются. Значит, ничего не отображается кодировщиком. Ну, то есть, значит, ничего, никакие наши сэппли не отображают, никакие данные, никакие данные из нашей выборки не отображают, сюда не попадают. Значит, данные из выборки. Сюда не попали. Вот. Почему это не очень хорошо, почему это людям не нравится? Ну, потому что мы бы все-таки хотели бы, чтобы у нас было бы какое-то осмысленное латентное пространство. в частности, означает, что мы бы хотели бы, чтобы всякой точки из этого латентного пространства, если мы применим к ней декодировщик, то ей бы соответствовала какая-то картинка из нашего распределения, то есть из наших рукописных цифр. Если же наш кодировщик учится вот таким образом, то вот в этих вот в этом вот месте наше отображение может быть устроено как угодно. у нас не было данных, которые бы ну, как бы у нас не было данных, чтобы вот это отображение вот здесь, вот в этом месте было бы каким-то хорошим. И поэтому возникает такой риск, что у нас не все точки латентного пространства будут хорошо отображаться в исходные объекты. И значит это нам не нравится и поэтому дальше возникают всякие разные другие способы учить автокодировщики и я хотел рассказать про что, которая называется вариационные автокодировщики. Вариант искусственно заполнить пространство да, конечно, плохой, но это в принципе применялось ли? Искусственно заполнить что? Латентное пространство? Да. А чем? Какими, так сказать, вот это чем-нибудь смешанным, например? Не совсем понятно, как смешивать. И к тому же проблема в том, что вы здесь не контролируете вот в этой истории, вы не контролируете заполнить? Вы хотите добавить какие-то объекты в ваш датасет? Посмотрите, куда они отобразятся? Да. Не знаю, делались ли такие эксперименты. В принципе, было бы любопытно посмотреть, можно ли что-то такое сделать. Но тут возникает другая проблема, что вам теперь нужно придумывать, а как эти смешанные объекты создавать. А это в некотором смысле соответствует. Для того, чтобы это решить, в общем-то, это примерно то самое, что мы хотели бы. Мы бы хотели бы, чтобы у нас на этом латентном пространстве были бы там разумным образом определены какие-то типа того, что я по идее я бы хотел сделать так, что я двигаюсь, например, двигаю точку латентного пространства от тройки до двойки, и у меня как-то она должна непрерывно и разумным образом поменяться одно в другое. То есть в некотором смысле вот эта задача нахождения смеси одного и другого, смеси, которая была бы осмысленная с точки зрения нашего распределения, не смеси просто как двух векторов в большом эфиклидовом пространстве, а именно вот такой смеси вдоль нашего распределения. Это задача как раз, это вот ровно та задача, которую мы решаем. Поэтому тут не совсем понятно, как бы вы хотели заполнять. Вот. Значит, вариационные автокодировщики добавляют ко всей этой истории большую тетико вероятностную часть. Я сейчас не успею рассказать полностью вывод, но попробую по крайней мере объяснить, откуда здесь возникают те функции, которые у нас тут есть. в вариационных автокодировщиках мы предполагаем, что у нас задано не просто отображение, значит, не просто вот фиксированное отображение отсюда сюда или отсюда сюда. Мы предполагаем, что у нас задано некоторое условное распределение. то есть мы считаем, что у нас есть некоторое совместное распределение. Значит, вот у нас есть совместное распределение x, z. Соответственно, x – это случайная величина со значениями в наших картинках, грубо говоря, а z – это случайная величина в латентном пространстве. Мы считаем, что есть некоторое совместное распределение, и вот это совместное распределение как раз и отражает связь между… в некотором смысле вот это совместное распределение как раз хранит информацию и про кодировщик, про декодировщик, потому что тогда можно рассмотреть такие функции. Давайте я сейчас буду считать, что у меня все непрерывно, я буду все записывать плотностью. Значит, тогда можно рассмотреть такие условные распределения. Значит, у нас есть условное распределение, например, z при условии заданного х. Значит, это плотность условного распределения z для x равного x с функцией двух аргументов z и x. Соответственно, если мы z зафиксировали, то мы говорим, что у нас теперь есть какое-то распределение на латентных переменных, то есть, грубо говоря, мы говорим, что x теперь соответствует не для латентной переменной, а для мерной латентных переменных. Какие-то латентные переменные в большей степени соответствуют этому x, какие-то в меньшей степени. Какие-то могут, какие-то часто появляются в такой паре, какие-то редко. Дальше, значит, это аналог кодировщика. И можно рассмотреть другую функцию Q, наоборот, от xz. Это будет, наоборот, плотность xа для данного z. Это, соответственно, аналог декодировщика. Дальше, значит, чтобы все это заработало для того, чтобы определить вот это совместное распределение, зная, например, вот такое распределение или вот такое распределение, нам нужна еще одна штука, а именно нам нужно распределение либо на x, либо на z. Такое, то, что называется априорное распределение, ну, а давайте считать, что у меня есть p от z. Это просто распределение, как оно называется-то, маргинальное распределение z. Или он в терминах этой науки называется prior. Ну, то есть сейчас, грубо говоря, мы считаем, что у нас вот наше совместное распределение, оно сдается таким образом. У нас есть значит, вот у нас есть наш латентное пространство z, на нем есть какое-то априорное распределение p от z. латентное Дальше картинка, мы считаем, что все картинки из наших данных были сгенерированы таким образом. Сначала мы взяли из вот этого приорона из вот этого приорона распределения взяли какую-то точечку в латентном пространстве потом мы нашли вот эту штуку значит для для вот конкретной точки допустим z0 дальше мы первый шаг сгенерировать z0 из pz второй шаг сгенерировать x из q от xz вот и таким образом у нас получается пара давайте получается пара x0 и вот мы считаем что все наши данные были сгенерированы именно таким образом вот с на теперь мы вместо того чтобы учить какие-то просто обычные отображения мы будем учить вот такие вот такие вот плотности мы считаем что п и q это тоже будет задаваться какими-то нейронками но что это означает на практике например ну скажем если у нас z это например просто и р-н-р-н тогда в качестве ку-неку п тогда в качестве p zx можно взять какое-то нормальное распределение, значит, нормальное распределение с параметрами μ, зависящими от х, и σ, зависящими от х. То есть мы хотим как-то, нам нужно какое-то семейство распределений, мы это семейство распределений параметризуем, и, соответственно, наша нейронка будет работать так, вот она принимает на вход х, а на выход выдает вот эти параметры, допустим, μ и σ. И мы говорим, что наш это распределение, допустим, P, это и есть вот такая вот штука. Дальше нам возникает вопрос о том, какое именно распределение брать, как его параметризовать, это все, есть много тонкостей. Давайте посмотрим, как мы все это делаем теперь хотим обучать. Обучать мы хотим вот как. Как устроен лосс? лосс устроен таким образом. Значит, я не буду объяснять сейчас, откуда он берется, но попробую прокомментировать каждый из компонент, который здесь возникает. Значит, у нас есть мат ожидания по иксам. Значит, здесь будет логарифм. Что у нас там, P, какое-то называется, да? логарифм. Так, сейчас, секунду, давайте я на всякий случай подгляжу куда-нибудь, потому что иначе я сейчас ошибусь. Мне кажется, что здесь должен быть P. так, а, окей. Значит, вот что мне нужно сделать. Здесь Z нужно сэмплировать из Q. Z, X, E, T. И теперь находить логарифм P, X, E, T при условии данного Z. Да, точно. Значит, здесь нужно поставить минус. И дальше нужно добавить некоторые слагаемые, которые я сейчас запишу, а потом скажу, что она означает. Значит, L, Q, P. Значит, давайте сначала посмотрим на первое слагаемое. Вот эта штука называется, это некоторый аналог reconstruction loss. Значит, давайте посмотрим, что здесь происходит. Значит, мы говорим следующее. Вот у нас есть какой-то, какой-то сэмпл X, E, T, конкретный. И, значит, дальше что мы делаем? Мы сэмплируем всевозможные значения латентной переменной Z из вот этого условного распределения. И дальше для каждого из этих значений мы вычисляем вероятность получить X, E, T из вот этого Z. Соответственно, чем больше эта вероятность, тем меньше loss. Поэтому здесь минус стоит. То есть мы хотим сделать так, чтобы у нас вот это распределение генерировало бы нам такие Z, для которых вероятность получить наш X из этого Z была бы большая. Ну, вроде выглядит вполне реалистично. Давайте вопрос на понимание. Значит, вот давайте представим себе, что у меня вообще нет вот этого слагаемого, чем бы оно ни было. А я хочу оптимизировать только вот этот reconstruction loss. И давайте считать, что у меня P зафиксировано. Вот это вот какая-то конкретная функция от переменной Z. Значит, X у меня зафиксировано сейчас, это какой-то конкретный сэмпл. Соответственно, P – это просто функция правдоподобия от параметра Z. Вопрос. Как вы тогда оптимизируете вот это выражение, соответственно, минимизируете вот эту штуку или максимизируете вот это мат ожидания по вот этому распределению? Значит, как должна быть устроена вероятность на Z, чтобы вот эта штука была бы как можно больше. в том числе. в том числе, что у меня есть какая-то функция конкретная. Вот у меня есть какая-нибудь... Хорошо. Вот такая вот функция. Здесь у меня Z, вот это у меня P, X, E, T, при условии Z. Вопрос. Как должна быть устроена вероятностная мера, чтобы при интегрировании по этой мере, соответственно, вот этот интеграл, 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 логарифм от вот этой функции, было бы как можно больше. Как не очевидно? Значит, вы хотите... у вас есть функция, вы хотите найти меру такую, чтобы интеграл по этой мере от этой функции было бы как можно больше? Ну, сделать какое-нибудь предположение. Ну, чтобы, значит, меры были в основном сконцентрированы там, где максимум функция достигается. Там, где максимум, да. На самом деле, эта мера будет стремиться просто так вот к дельта-функции. Если у вас есть единственная точка максимума, то ей, в общем, некуда деться, кроме как стремиться к атомарной мере в точке максимума. То есть он будет просто... Фактически это будет просто поиск, ну как, максимизация правдоподобия. Будет у вас дельта-мера, который висит просто в максимуме правдоподобия. Вот. Соответственно, поэтому, если бы я взял бы только вот это слагаемое, то было бы неинтересно. У меня бы фактически задача была бы... Ну, это означает, что у меня бы тогда бы вот это вот отображение Q, оно было бы всегда просто бы точечным. И, в общем, никакого эффекта, связанного с тем, что я хочу, чтобы у меня было не просто отображение одной точки в другую точку, а чтобы было бы именно какое-то распределение, у меня фактически такого эффекта не будет. Поэтому я добавляю вот это слагаемое. Давайте я напишу, кто оно такое. Значит, это называется, значит, КЛ-дивергенция, дивергенция Кульбака Лейблера, кажется, так они по-русски пишутся. У меня ошибся с буквами. Вроде так и пишется. Это вот какая штука. Значит, КЛ-дивергенция Кульбака Лейблера, это... Так, тут нужно не ошибиться со знаками. Значит, короче говоря, нужно из энтропии... Давайте я напишу пока, как помню, а дальше посмотрим. Значит, нужно из кросс-энтропии HQP вычесть H от P. Я всегда путаюсь с тем, что здесь нужно писать первым, а что вторым. Значит, что здесь написано? Значит, ну вот есть понятие энтропии. Например, если P... Значит, если бы P была дискретной мерой, тогда энтропия P — это просто минус сумма P и T аллогарифм P и T. Это всем известная формула для энтропии. Если вместо... Ну, что такое энтропия? Энтропию можно воспринимать как то, сколько вам бит понадобится, чтобы передать сообщение, у которого... Ну, представьте себе, что у вас есть какой-то источник, источник каких-то сигналов. Эти сигналы имеют разную частоту. Эти частоты задаются вот этими P и Tами. Тогда есть возможность сконструировать способ передачи последовательности этих сигналов, способ кодирования этой последовательности, так, чтобы те сигналы, которые более частые, кодировались бы меньшим количеством бит, а те сигналы, которые более редкие, кодировались бы большим количеством бит. Ну, значит, в простом случае это просто дается кодам Хемминга. и в этом случае энтропия это то сколько в среднем на один сигнал уйдет бит и дальше есть что которая называется кросс энтропия она нам уже стал она нам уже встречалась значит это то же самое только такая испорченная энтропия вот такая нет наоборот вот ожидание должно быть поэтому здесь должно быть алгоритм куитова вот естественно кросс энтропия можно воспринимать таким образом она у нас возникала естественным образом когда мы вводили лосс для многоклассовой многоклассовой логистической регрессии но ее можно воспринимать так что это опять же те же самые наши средняя длина сообщения но только теперь мы генерировали наш код думая что на самом деле вероятности равны к уитам они при этом и в результате получили код который оказался не оптимальным и поэтому вот эта штука она всегда больше но пока не меньше чем вот эта штука и оптимальной она становится тогда когда вот эти кушки равно вот этим пешком поэтому если мы вычтем из вот этой штуки вот эту штуку то мы получим число которое будет во-первых не отрицательным а во-вторых значит она будет равно нулю если q равняется p таким образом можно сказать что вот такая дивергенция это такой способ мерить непохожесть двух распределений явная формула для этой дивергенции такая там нужно если мы говорим про плотность эту нужно сумму заменить на интегралы и она будет выглядеть как то так значит опять же здесь нужно в правильную сторону написать в правильную сторону написать логарифм значит логарифм сейчас я могу здесь все таки ошибиться где-то со знаками потому что у меня сначала всегда здесь путаюсь давайте считать что все таки вот так сейчас я проверю правда это или нет здесь точно должно быть купе конечно проблема проблема с этой дивергенции что она несимметрично и и я все-таки запутался собой значить ну ладно значит логарифм здесь должна быть п от их делить на кодекс это видимо все таки вот такая штука ну да значит мы хотим чтобы здесь на самом деле и здесь и здесь было бы от ожидания по одному и тому же поэтому что эта формула точно правильная и вот эта формула тоже точно правильная вот здесь нужно писать либо так либо наоборот но не суть важна значит в любом случае у нас есть некоторая штука которая показывает насколько сильно одно распределение отличается от другого распределения это не не расстояние в привычном смысле потому что она допустим несимметрично и как минимум в одна тем не менее это какая-то довольно популярная способ мерить разницу между двумя распределениями и остается на что нам дает вот это слагаемое а нам говорит что вот этот самый q которая задает нам распределение на z оно должно не слишком сильно отличаться от того распределения которое у нас изначально задано на z то есть вот у нас допустим у нас изначально назад есть скажем многомерное нормальное распределение тогда если q будет слишком сильно концентрироваться в окрестностях одной точки то вот эта кальдивергенция будет увеличиваться и соответственно мы хотим чтобы такого не происходило поэтому вот это слагаемое она ну в данном случае опять же выражаясь языком машинного обучения можно сказать такой регуляризатор не совсем понятно что это означает потому что слово регуляризатор может означать примерно все что угодно регуляризатор это какой-нибудь слагаемое который мы добавили к лоссу чтобы ситуация была бы чуть лучше вот но можно думать про это так можно выводить эту формулу из некоторых теоретико вероятностных соображений но можно про нее думать просто вот как когда она задана можно просто считать что вот это у нас ошибка ошибка восстановления а это некоторый дополнительный регуляризатор который заставляет вот эти постели вот эти вот кушки быть не слишком сконцентрирована в окрестностях одной точки а так занимать чуть чуть больше места к чему это приводит это приводит к тому что у нас как бы картинка вот здесь вот это на пространстве она как бы вынуждена вынуждена размазываться у нас уже не может быть такого что у нас есть очень маленькие какие-то кластеры которые изолированы друг от друга между ними непонятно что наш наш этот лосс он заставляет модель раскидывать даже близкие точки так чтобы свободных мест не оставалось вот и благодаря этому получается сделать какие-то более осмысленные более осмысленного от этого преобразования были осмысленного вложения в латентное пространство вот значит третья история про которая хотел сказать это ганы кажется по-русски сейчас принято писать генеративно состязательные сети я про них совсем коротко скажу значит какая идея у ганов они тоже выучивают некоторое распределение но не делают это не так как в рацион и автокодировщики они говорят так вот пусть у нас изначально есть тоже какое-то пространство z и давайте считать что опять же у нас назад заодно какое-то распределение z например просто многомерное нормальное распределение причем здесь уже за это не обязательно являются каким-то маленьким пространством она может быть пойми не каким угодно дальше мы определяем отображение у нас есть отображение которое называется генератор это отображение там в наше пространство картинок а дальше мы значит идея такая мы бы хотели бы чтобы ну вот мы считаем что у нас есть некоторое распределение на пространстве нашем большом пространстве условно на пространстве картинок вот мы считаем что все картинки лежат там соответствует с каким-то распределением ну которая может быть где-то где-то концентрируется может быть не концентрируется но не важно есть какое-то распределение истинное распределение всех картинок и мы хотим чтобы наше отображение же она превращала бы распределение назад какое-то исходная допустим стандартно нормальная она бы превращала бы это распределение в истинное распределение к всех картинок на иксе ну понятно вы можете у вас была за 1 который спреди на одном пространстве по действию на него отображение дальше получили распределение на этом пространстве на пространстве вопросе вот даже возникает вопрос но хорошо мы можем параметризовать вот это же опять же помощь какой-нибудь нейронки дальше опять же возникает вопрос а как бы нам теперь понять хорошо мы его параметризовали или нет и ответ такой давайте мы в качестве такой в качестве такого лосса давайте мы будем рассматривать такую штуку натренируем что которая называется дискриминатор значит дискриминатор это отображение из пространства картинок в множестве из двух элементов давайте значит нас есть два класса настоящие картинки ли сгенерированы значит и здесь у нас будет изображение которое называется дискриминатор задачи дискриминатора это просто нейронка который делает задачу классификации ей подают на вход кучу настоящих картинок и подать на вход кучу сгенерированных картинок и она должна научиться отличать одно от другого вот соответственно дальше у нас возникает такая как бы игра между генератором и дискриминатором задача генератора научиться генерировать такие картинки которые дискриминатор не сможет отличить от настоящих задача дискриминатора научиться хорошо отличать картинки настоящие от ненастоящих соответственно дальше они постепенно обучаются и по очереди либо как-то совместно и со временем средств на дискриминатор начинает что происходит сначала сначала генератор генерирует какой-то какой-то совсем бред дискриминатору очень легко научиться отличается допустим просто шумовую картинку от настоящий потом это уменьшает лосс на борт вылечивает лосс генераторы генератор пытается все-таки подобрать такую картинку которая обыгрывала бы дискриминатор ну и так далее собственно говоря вот этот подход сейчас является самым популярным подходом по генерирование изображений он дает лучшие результаты чем вариационные автокодировщики хотя обучаете главное сложнее потому что там возникает такая задача когда вы ищете на самом деле не . минимума а вы ищете такое такое седло потому что вам нужно чтобы ну как бы у вас возникает некоторых некоторый лосс и вам нужно чтобы этот лосс по переменной допустим по дискриминатору было бы как можно меньше по генератору как можно больше или наоборот соответственно искать это седло посложнее чем искать там точки минимума но тем не менее все тоже работает тоже снег нами есть всякие разные хищения например если не предпринимать никаких специальных действий то есть опасность что вы что вас вот это вот отображение она отобразит все весь весь вот это все вот это вот меру отобразить какой-то маленький кусочек мера вот здесь вы грубо говоря будьте вы обучились на всевозможных картинках фотографий генерируете после этого только конкретно конкретно фотографию кошечки и в это делать очень хорошо это фотография кошечка тоже похоже на настоящую дискриминатор не можете отличить от настоящей фотографии но при этом всего распределения вот таким образом вот этого вы таким образом не получите но даже возникают всякие методы которые позволяют от этого этого избегать называется mode collapse и есть куча исследований которые посвящены тому как это избегать и в общем дальше возникают возникает целая наука про эти ганы вот ну вот в общем вроде бы все что я хотел рассказать сегодня если какие-нибудь вопросы наверное нет понятно хорошо так ну что на следующей неделе у нас для четвертого курса экзамен а для третьего курса экзамен будет во время лекции поэтому соответственно лекции не будет но там после лекции наверно устроим разбор вместе семинара в чем такое сразу после экзамена будет разбор экзамена но я думаю что да если это как бы если у меня не возникнет противоречия связано с расписанием то я думаю что так и будет это про лекцию на какой неделе вот про следующую неделю про следующую неделю вот хорошо ну все тогда до свидания �� здSTA Liberdade погиб вот 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 Продолжение следует...